Курс рубля на московской бирже на этой неделе неуклонно снижался по отношению к доллару и евро. В ходе торгов в четверг он временами опускался до психологических отметок в 64,70 рублей соответственно, чего не было с начала марта. Всего же за последние два месяца российская валюта подешевела на 17%. Свою роль сыграло и решение Центробанка о снижении ключевой ставки и традиционное сезонное повышение спроса на валюту. Однако определяющим фактором по-прежнему остается динамика цен на нефть, наш основной экспортный товар. За баррель черного золота марки Brent дают меньше 49 долларов. Вот что говорят по этому поводу эксперты. Сейчас на мировом рынке переизбыток нефтяного предложения. Он случился благодаря тому, что какую-то нефть продает ИГИЛ контрабандно. Сейчас размораживается эмбарго по отношению к Ирану. И Иран начнет выпускать и уже выпускает нефть на мировой рынок. Затормозился экономический рост в Китае. Крупнейший покупатель на мировой арене сейчас закупает несколько меньше. Нет экономического роста в Европе. Нет уверенности в экономическом росте США. Потому что тот рост, который сейчас достигнут США, к сожалению, для них достигнут, прежде всего, за счет накачки, по сути дела, заемными деньгами. Поэтому это не настоящий рост физических объемов. Ну и потом мы понимаем, что Америка сама добывает достаточное количество нефти для своей экономики. В данном случае даже еще и предлагает на мировой рынок. Переизбыток предложения ведет к падению цены. ОПЕК не собирается сокращать добычу нефти по различным причинам, в том числе и политического характера. Поэтому в довольно долгосрочной перспективе цены будут именно такими, какими они сейчас являются.